Уважаемые друзья, уважаемый Николай Лаваевич, еще раз всех сердечно приветствую в Москве, в России. Я признательна, что вы приняли активное участие в состоявшемся сегодня заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мы уже высказывались об этом. На мой взгляд, это все мероприятие прошло на том уровне, на который мы и рассчитывали. Мы достаточно откровенно друг с другом разговаривали по очень многим позициям. Мы благодарны также за то, что вы согласились с присутствием президента Азербайджана на этом мероприятии. Я думаю, что, во всяком случае, с точки зрения развития региональных экономических связей, это полезно, это создает дополнительную площадку и возможность для диалога по тем направлениям, которые не подвергаются никакому сомнению. Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов. За январь-март текущего года прибавило еще полтора миллиарда. Но если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года. Что касается чувствительных вопросов, связанных с урегулированием вокруг Карабаха, мы сейчас с премьером Пашиняном Николом Владимировичем тоже еще раз с глазу на глаз все это обсуждали. У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что если мы, в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это, вне всяких сомнений, пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и на пользу всему региону, потому что в этом заинтересованы многие государства. И это будет способствовать нормализации отношений по всем векторам, в том числе и по политическому, с точки зрения обеспечения безопасности всех людей, которые проживают на этой территории. Мы очень рады возможности сегодня встретиться не только с глазу на глаз, но и в более широком составе. Уверен, что это будет полезно. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Еще раз благодарю за теплый прием. И действительно, Высший экономический совет Евразийского экономического союза прошел на высоком уровне. Мы обсудили широкий круг вопросов. Вы правы. В смысле экономической динамики в Евразийском экономическом союзе все неплохо, как минимум. И в региональном смысле, конечно же, у нас есть довольно-таки напряженная ситуация на Горном Карабахе, в Лачинском коридоре. Мы сегодня об этом неоднократно говорили. И, к сожалению, вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего на Горном Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса. Вы знаете, что еще и поставки натурального газа и электрической энергии на Горный Карабах приостановлены, заблокированы со стороны Азербайджана, что усугубляет гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Поставки продовольствия и продуктов на Горный Карабах осложнены. Конечно же, в этом поддерживают российские миротворцы. Но, к сожалению, я как уже сказал, заблокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев. Ну, конечно, сегодня мы и в рабочем режиме обсуждали вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций. Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом. И мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию и хочу подтвердить, что мы готовы и пограничные службы Армении, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении. И мы ожидаем, что и Азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов железнодорожных составов Республики Армении, через Нахидживан, через Азербайджанскую республику, например, в Российскую федерацию, в Исламскую республику Иран. И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран. Уважаемый Николай Лаврович, Вы знаете нашу позицию по поводу заявления нашего трехстороннего в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли свои позиции на этот счет, никогда. И Вы знаете, что в дискуссиях и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались, и сейчас придерживаемся именно этой позиции. Все должно быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трехстороннего заявления. И наша позиция здесь не меняется. По поводу разблокирования направлений транспортных сообщений и железнодорожных, и возможного строительства автомобильных дорог, наша позиция тоже неизменна. И вот сейчас в двухстороннем контакте с азербайджанской делегацией мы об этом сказали. Надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет. Они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией. И какая-то двойная-тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортных сообщений, она не имеет под собой никаких оснований. Но есть, тем не менее, вопросы, вы сейчас только упомянули, они связаны с терминологией, как мне кажется. Ну, мне кажется, я думаю, что над этим мы могли бы сейчас более подробно поговорить.